Всем привет, ребят! С вами команда Кикс Куршоп и сегодня у нас обзор на хит сезона, горячую новинку iPazon, которая открывает целое новое направление в нашем любимом экстремальном самокате. И сегодня мы определим, простая ли это детская игрушка или полноценный тренировочный инвентарь. А пока что перемещаемся к нашему гуру-мастеру Денчику. Всем привет, с вами лучший мастер по ремонту трюковых самокатов Российской Федерации. А сейчас мы приступим к распаковке данного самоката, а также расскажу о некоторых нюансах при его сборке. Внутри нас встречает стильная синяя коробка с надписью ipazon trick scooter. Открываем ее и внутри мы видим, что у нас лежит инструкция и палуба, которая может делать вот такие вот приколы. Чтобы ее активировать, нам нужно перевести тумблер с нижнего положения на верхнее. Внутри у нас находятся ручки, сделанные из поролоновых гримс и несущая палка, которая предназначена для фиксации в доске данного руля. А также в комплекте лежат вот такие вот шестигранники, которыми можно полностью собрать данный самокат. А теперь болта для него. Первое, что мы закручиваем, это верхнюю ручку и палку для руля. Два болта мы закрутили, теперь мы закручиваем болты с другой стороны. Руль готов, мы его откладываем и теперь приступаем к сборке доски. Снимаем пластиковую крышку и можем увидеть, что у нас находятся два штифта, которые выдвигаются. Для сборки нам нужно перевести крышку в положение блокировки и поставить вот такой вот блинчик в нужное положение, чтобы он встал в эти штифты и не двигался. А теперь мы берем болт под шестой шестигранник, вставляем его сюда. Снизу вставляем руль вот такой вот ромашки приваренной. Вот сюда. И после этого мы затягиваем все это шестым шестигранником до упора. После закручивания блинчиков главное проверить, чтобы он плотно прилегал и никаких люфтов не было. Избежание будущих поломок неисправности в данном самокате. После этого берем пластиковую крышку, ставим ее сверху. Осталось прикрутить шесть болтов, которые у нас идут тоже в комплекте. При закручивании болтов одними изменациями является, что их не нужно так сильно затягивать, как остальные. И желательно их затягивать вот так вот вертикальным шестигранником, нежели вот так. Потому что есть риск, что так можно их сорвать. Все, самокат готов. Теперь мы расскажем про особенности и фишки данной модели. Главной фишкой данного самоката является включающаяся доска. А второй фишкой данного самоката является блокировка руля, чтобы во время таких вот трюков было удобно. Для этого мы должны ровно выставить руль вот так вот. и перевести из положения открытого замка в положение закрытого замка. Теперь мы можем крутить трюки и руль нам не будет мешать в этом процессе. Данный самокат выбран из закругленного черного пластика с проломными вставками снизу и сверху, что позволяет не скользить ногам, а также безопасно, продуктивно учить новые трюки. Сейчас мы поговорим о габаритах данного самоката. Для этого нам понадобится вот такая вот рулетка. Длина доски у нас 53 см. Ширина 16 см. Теперь поговорим о высоте и ширине руля. Ширина руля у нас 44 см, а высота 63 см. А теперь мы взвесим данный самокат. Для этого нам понадобятся весы. Ставим и видим, что данный самокат весит 1,5 килограмма, 60 грамм, что гораздо легче, чем обычный самокат. Также у нас тут присутствуют вот такие вот грипсы. Точнее, грипса, потому что она выполнена из цельного куска поролона, который очень мягкий и удобный для выполнения трюков. Если вы хотите увидеть на обычном самокате такие же грипсы, ставьте лайк. Данный самокат переставлен в таких вот цветовых решениях, желтый, оранжевый и синий. А также намечается секретный цвет, о котором вы вскоре сможете узнать в наших соцсетях. А теперь мы перемещаемся в скейт-парк, и наши ребята покажут эти пушки в действии. Спасибо большое, Денечку, за обзор и инструкцию сборки. А теперь перейдем к главному вопросу. Что же все-таки это? Полноценный спортивный инвентарь или же игрушка для развлечений? На мой взгляд, и то, и то. Потому что на нем можно и круто распрыгаться перед основной каткой, а также поприкалываться дома, поиграть с друзьями в гейм, поделать вот такие вот кикфлипы, которые на обычном самокате не поделаешь. Да и даже на обычном батутном самокате не поделаешь. Так что я считаю, что вещь универсальная. Ну а теперь о преимуществах данного аппарата. Первое – это вес. Он в 10 раз легче, чем обычный самокат. Соответственно, на нем можно начать изучать какие-то сложные трюки, понять кручение, понять примерную технику, а потом уже перейти на настоящий. Второе – это мягкое покрытие деки. То есть пальцем будет не больно, если удариться, полу вашему дому тоже будет не больно, все будет хорошо. И третье – это самое его главная особенность, слэш-фишка, это то, что у него есть два режима. То есть вы можете заблокировать доску, и это будет почти как обычный батутный самокат, или же заблокировать руль, и тогда у вас еще не будет крутиться баранка. Это очень удобно, кстати, для обучения таких трюк, как фулл-вип, нафинг-фронт скутер, где кручение руля, в принципе, не нужно, иногда даже мешает. Но потом все-таки придется учиться на настоящем. А сейчас мы ответим на три основных вопроса, связанных с этим самокате, практика, а именно, как же на нем все-таки делать трюки, как прыгать. Юрец, держи. Первый вопрос, как же все-таки на нем стоять? То есть есть два варианта – когда ножки на доске, и когда доска между ног. В принципе, не принципиально, то есть как по кайфу, так и делаем. А как делаем, пишем в комментариях. Нам интересно, кого больше. Второй момент – нужно ли уметь прыгать на батуте без этого самоката? Нужно, но не нужно делать ничего сверхъестественного. То есть достаточно базовых прыжков, и вы справитесь все-таки с айпазоном нашим любимым. И третий вопрос – как засчитываются трюки приземленные? Это, опять же, зависит от того, как вы прыгаете. То есть если у вас ноги изначально на доске, то трюк засчитывается, когда вы встали обратно на доску. А если же у вас спид, когда доска между ног, то достаточно просто догнать ее между ног, и все будет засчитываться. Подводя итоги, можно сказать, что айпазон – это как прекрасный спортивный инвентарь, так и прекрасная игрушка для развлечения. А также отличный подарок для самокатера, у которого все есть. Так что, если у вас еще остались сомнения, то вы можете прийти, потрогать эту замечательную вещь в любой из наших трех стационарных магазинов. А если сомнений у вас не осталось, то заказываем эту штуку на Wildberries. Хорошее настроение в подарок. Кстати, не забываем подписываться на наш YouTube-канал ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, на все-все-все-все-все. Ссылки будут в описании. Все, мы всех любим. Всем пока!